добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока и я конечно же надеюсь и уповаю на то что интернет у вас будет функционировать нормально и мы сможем спокойно без пауз проводить наш урок попробуем попробуем будем смотреть посмотрим чтобы он не отключался тема нашего урока связана с тем что у нас сегодня новомесячье новомесячье это значит сегодня первый день месяца элуль алиф б эллюль первые люли надо заметить что на календаре у нас 30 число предыдущего месяца вот появился первый человек здравствуйте и если есть какие-то проблемы то вы нам конечно же как-то сообщите об этом на календаре у нас до 30 день месяца ах но когда 30 дней то тогда 30 день является первым месяцем первым днем следующего месяца но мы не будем входить в эти детали словом сегодня первый день первый день месяца и месяц эллюль и месяц эллюль он имеет очень серьезный вес в нашей традиции добрый день всем кто к нам присоединяется а исходя из того что сегодня расходы начало месяца эллюль мне хочется поговорить о том что в этом месяце нам предписано делать этот месяц особый и вот у меня книжка есть называется шулхана рух то есть наша законодательная книга шулхана рух всем привет кто же к нам присоединяется и здесь этому событию посвящена целая глава до называется она законы месяца эллюль и это понятно почему потому что месяц эллюль он предшествует роша шана дню суда ну или новому году определенному и это месяц подготовки то есть в этот месяц мы стараемся приготовить себя к тому что нас будет ждать первый день месяца тишрей то есть йома дин роша шана день суда итак мы с вами поговорим о том что называется возвращение дшува поскольку весь месяц эллюль как раз этому посвящен возвращение дшува понятие конечно очень особенное интересное понятие вообще все что связано с покаянием со с возвращением если рассуждать на это идти и на эти темы очень много интересного нам открывается может вдруг неожиданно открыться хотя можно отнестись к этому очень примитивно и просто ну правда непонятно о чем мы будем говорить но и другое дело итак я начну с того что наши мудрецы акцентировали что времена время как и место она не не равнозначно и неоднозначно то есть что я хочу сказать что всякое место на земле имеет свою определенную специфику ну или скажем свою энергию и также времена и один месяц он отличается от другого месяца и и нельзя сказать что вот все дни в неделе одинаковые все время в течение дня одно и то же нет конечно нет что времена бывают более удачный для меня менее удачный для меня видимо еще это связано со спецификой человека знаете что кому-то вот легко работается утром кому-то легко работается ночью на есть жаворонки совы и прочее прочее и эту специфику человек должен учитывать если он хочет как-то продуктивно действовать так вот наши мудрецы говорят о том что жизнь из периоды жизнь из периоды и как ни странно в конце каждого периода есть какой-то важный отрезок времени и периоды такие они как называют например конец дня конец дня перед тем как человек уходит спать или допустим конец недели перед перед шаббатом или конец месяца перед новомесячим следующим ну или конец года как месяц и люль месяц и люль в этом отчете это получается время перед тем как наступает роша шана роша шана определенные вот это самое первое тиши и что вот эти вот концы периодов они характерны тем что человек вот именно в этот период может делать то что мы называем шум понятие сложное и непростое шува в переводе на русский язык означает возвращение но если просто переводить то покаяние раскаяние и смотрите интересно именно в конце каждого периода вот в конце дня у нас даже есть такое понятие как эти кун хацот полночное исправление когда наступает полночь есть такие люди которые читают определенные тексты связанные с исправлением желанием справиться также у нас последний день предыдущего месяца называется йом кипур катан малый йом кипур то есть то же время покаяния и даже есть такие люди которые постятся и каются в этот день то есть вот этот малый йом кипур конец каждого месяца начала нового месяца тоже очень важен и так же йом шиши йом шиши тоже говорят очень хорош для того чтобы сделать хижбон нефе что что называется подвести некий итог к тому что прошло за неделю ну и также вот видимо а месяц и люль как итог года то есть мы этика получается так что конце какого-то периода возникает время как в котором ну удобно и удобно в котором лучше всего заниматься тем что мы называем чувак лучше всего проводить покаяние если человек таковом нуждается я думаю что покаяние нуждаются каждый каждый из нас нуждается в покаянии и вы не случайно не случайно именно конец какого-то периода назначен как время важное ну например я знаю что в экклезиастику или тем там есть такое выражение что на и день смерти лучшие дня рождения может быть кого-то смущает это выражение меня не смущает мне все понятно то есть опять таки день смерти это время подведения итогов понятно что день смерти это результат жизни а за жизнь отвечает сам человек за свое рождение человек не отвечает и поэтому день его рождение ну не зависит от него зависит от других обстоятельств а вот день смерти очень очень связан с тем как человек жив и поэтому куэлит экклезиаст то есть царь соломон считает что день смерти важнее важнее чем день рождения то видите конечный период конечный период это именно то время когда вот можно подводить какие-то итоги и вот мы выяснили что вот конечный период на самом-то деле очень важен и месяц и люль очень ваш вопрос почему почему это время настолько важное отличается от других времен ну шухан на рух законодательная книга нам отвечает на этот вопрос она говорит о том что в рост шходыш первое люля первое люля муше поднимается в очередной раз на гору синае чтобы получить вторые скрижали вы же помните когда он первый раз поднялся 40 дней прошло вернулся с первыми скрижалями он их разбил когда увидел что вот народ сотворил себе золотого тельца потом второй раз он поднимается чтобы выпросить прощение у народа у всевышнего потому что все же не решили уничтожить народ и вот в третий раз но она поднимается за вторыми скрижали вот как раз он поднимается в первое люля и 1 люля он поднимается и спускается со вторыми скрижалями в Йомаке Пурим через 40 дней и он приносит эти скрижали и это является фактом полного прощения, что Всевышний простил народ за его грех. И поэтому нашему Трецу утверждают, что вот это вот время, начиная с начала новомесяча Иллюля и по существу даем Акипурим, время очень важное, время, когда мы ожидаем, чем закончится подъем Муше, ну, он заканчивается благополучно, Муше возвращается, приносит скрижали, с речениями, ну, и, соответственно, прощение. И в этом причина того, что вот эти времена, они становятся очень важными, очень важными. У пророка, по-моему, у Исаии, да, у Исаии, по-моему, 55 глава, 6 пасук, есть очень-очень важное выражение, очень важное. Там сказано так. «Ищите Всевышнего, когда Его можно отыскать. Призывайте Его, когда Он рядом». И наши мудрецы утверждают, что именно в месяц Иллюль Всевышний рядом с нами. Рядом с нами. Дальше всего Он 9-го Ава от нас, ближе всего Он в Йом-Кипур к нам. И поэтому вот от 9-го Ава к Йом-Кипур происходит медленное приближение. И хасиды утверждают, что именно 1-го Иллюля царь выходит в поле. Царь – это Всевышний. Выходит в поле – это смысл того, что он оставляет свой замок, свой дворец, куда попасть достаточно сложно, как вы понимаете, и выходит в поле погулять. Поле – оно доступно для всех. И в поле ты можешь пойти и его встретить с тем, чтобы задать ему какой-то вопрос. То есть он становится доступен тебе. И это и есть – ищите Всевышнего, когда его можно найти, зовите, когда он близко. Вот это вот месяц Иллюль. Значит, он к нам приближается, он вышел в поле, и мы можем его отыскать. Ну, естественно, естественно, раз обстоятельства таковы, то наши мудрецы тут же начинают нас окружать возможными заповедями, которые следует выполнять в этот месяц. Ну, например, евреи и ашкиназим, они после утренней молитвы каждый день трубят в шафар. Трубление в шафар – это способ пробуждения же собственной души. Как сказано у пророка Амоса, если в городе затрубил шафар, разве не начнут беспокоиться жители его? Понятно, если душа услышит звуки шафара, разве она не начнет спрашивать, что происходит, ну, и каким-то образом оживлять себя? Вот, исходя из того, что пророк Амос так сказал, вот начинается трубление в шафар, потому что день суда – это и есть день трубления, да? Йом-один, день суда – это Йом-труа, день трубления. Это другое название этого праздника. Значит, трубят в шафар. Сфарадим, евреи и сфарадим, они начинают читать покаянные молитвы с лихот. Ашкиназим начинает их читать только за несколько дней до Рошашана. Начинаем дополнительно к утренней молитве читать 27-й псалм. Очень важный 27-й псалм. И мы его читаем достаточно долго, до конца праздника Суккот. Псалм очень важный. Если вы внимательно его прочитаете, то вы увидите то же самое. Там есть человек, есть Всевышний, отношение человека со Всевышним, стремление обрести защиту от врагов у Всевышнего. Ну, то есть, все то, о чем мы говорим, что соответствует тому, что царь вышел в поле, и мы его, собственно, ищем. Таким образом, мы видим, что месяц Эл-Уль, он в молитвах и в традициях, он окружается определенными действиями для того, чтобы приготовить человека вот к этому вот первому числу. И по поводу Эл-Уль, наши мудрецы находят всевозможные выражения в Таре, в других книжках, я вам сейчас покажу некоторые из них, в которых там прочитывается, там первые буквы складываются, и возникает слово Эл-Уль. Есть несколько известных выражений таких, вот Аризаль, Ария Кадож, великий каббалист, вот он, вот я выписал себе в Шмот 21.13, Шмот, книга Шмот 21.13, там есть выражения, прочитав которые, мы увидим, что, сложив первые буквы, можете посмотреть потом, книга Шмот, глава 21, посок 13, там речь идет о создании городов-убежищ, убежищ, да, и сказано, что если там человек случайно кого-то убивает, то он должен скрыться в этом городе-убежище, чтобы мстители ему не отомстили за пролитую кровь. И там, если там несколько слов есть подряд идущие, взять первые буквы, там вы увидите слово Эл-Уль, Эл-Уль возникает. То есть, если человек невольно согрешил, и совершил даже очень тяжелое преступление, Всевышний дает ему возможность укрыться, и там прочитывается это слово Эл-Уль. Дальше есть, вот я еще выписал в книге Дворим, глава 30, посок 6, тогда там, где написано, что Всевышний должен обрезать наши сердца, и там, если это выражение, 30 Дворим, 30 стих 6. И там тоже по первым буквам возникает слово Эл-Уль, то есть, обрезать наши сердца, сделать их мягкими, доступными слову Всевышнего, то есть, способность к покаянию, собственно. Есть еще в Широ Ширим, песни-песни, такое выражение, ани-ли-до-ди-вы-до-ди-ли, я, другу моему, друг мой мне, под другом, имеется в виду Всевышний. И тоже, если сложить вот эти буквы, первые, получается Эл-Уль. Очень известное выражение есть в Магеллате Стер, по-моему, в 9 главе, если я не ошибаюсь, там Магеллате Стер, да, в 9 главе, в самом конце, там 22 стих, там сказано, что человек другу своему и подарки бедным. Человек другу своему и подарки бедным. Тоже, значит, складывается, и все это соединяется, и получается слово Эл-Уль. То есть, наши мудрецы пытаются вот такими опосредованными способами нащупать, нащупать сущность этого месяца. И они приходят к выводу, что вот все эти выражения, вот, которые только что я привел, они классифицируются по трем признакам. Ну, например, известно, что три вещи избавляет человека от смертного приговора, от суда. Что это за вещи? Значит, мы говорим, это тшува, покаяние, это тфила, молитва, и это тздака, добрые дела. И вот как раз вот эти вот выражения, когда, допустим, и обрежет Всевышний твое сердце. Это есть явно тшува, это покаяние. Или сказано, я другу, а друг мне. Это диалог, это тфила. Или сказано, что человек ближнему своему и подарки нуждающимся. Это тздака. И вот так они пытаются каким-то образом регулировать наше поведение с тем, чтобы мы все-таки приготовились и пришли к первому тишерея, к дню суда подготовленные. Потому что мы же знаем, что иудаизм – религия жизни, и нам, чтобы выполнять заповеди, нужно жить. Не умереть, а жить. Так вот, мы с вами поговорили и увидели одну очень важную вещь, что месяц Элуль, он месяц чрезвычайно важный в нашем календаре, что это время особенное и что это время может позволить человеку совершить покаяние. Ведь покаяние совершается не только, когда я этого хочу. Ну, это важно, это важно, чтобы мне хотеть это сделать. Но ведь сказано, ищите Всевышнего, когда вы можете его найти. И зовите его, когда он близко. А поскольку месяц Элуль – это тот самый месяц, когда попытка моего покаяния может привести к положительному эффекту. Потому что всегда, конечно, всегда нужно каяться, если есть в чем. Но месяц Элуль для этого лучше всего приспособлен. Но мы же понимаем, что лучше всего заниматься плаванием там, где есть вода. Можно, конечно, теоретически в любом месте учиться плавать. Там сидеть где-нибудь в лесу и размахивать руками, ногами и прочее. теоретически это можно делать. Но все-таки для того, чтобы поплыть, нужен водоем. Нужна вода, и тогда вот эти знания могут реализоваться, так скажем. Поэтому месяц Элуль как раз и необходим для того, чтобы это покаяние совершить. Теперь так. Что такое покаяние? Самый сложный вопрос. Что такое каяться? отрицательный поступок? То есть, я так понимаю, если совсем просто. Я совершил некий проступок и потом я воспринимаю этот поступок как поступок отрицательный и я пытаюсь каким-то образом исправить то, что я сделал. Первый вопрос, который я себе задаю, что такое отрицательный поступок? Мы же понимаем, что, допустим, поступок, который я считаю отрицательным, кто-то другой может стать положительным и не знает. Тогда мы скажем так, ага, значит, покаяние это нечто личное. То есть, если я так считаю, может быть, на самом деле ничего отрицательного в этом нет, но я почему-то вот считаю, что это отрицательный поступок. И я тогда начинаю каким-то образом работать над этим. Ну, чтобы снять какие-то дискуссии, я не знаю, я пошел, достал книжку Рамбама, книжка, которая называется «Законы Чувы», «Законы Возвращения». Ну, и прямо сначала, сначала там сразу все и написано, прямо все сначала написано, что на самом деле Рамбам называет грехом то, когда человек нарушает заповеди Всевышнего. То есть, для него четко и ясно, и для читающего, четко и ясно, и понятно, что если вот Всевышний тебе дал вот эти заповеди, и ты их нарушаешь, ты грешишь. И для того, чтобы тебе сделать чугу, возвращение, ты должен исповедаться в этом перед кем? Перед Всевышним. Евреи исповедуются только перед Всевышним. У нас нет такой практики исповедальной, как в других религиях. Мы исповедуемся перед Всевышним. То есть, мы должны ему, видимо, рассказать, что такого я сделал, или что такого я не сделал. Я должен, и это называется, значит, что я левитваде, то есть, я исповедался. Дальше я должен, видимо, попытаться исправить, если я что-то нарушил, да? И третье, очень важное, я не должен этого снова повторять. То есть, если я окажусь в той же ситуации, а я, скорее всего, окажусь в той же ситуации, я должен выдержать, я должен устоять. И тогда это в этом смысле есть исправление. Когда был храм и приносились жертвы, тогда можно было при помощи жертвы приношения исправить грех, причем грех, который совершался неосознанно, ну, по ошибке. А сознательно совершенный грех жертвоприношением не искупался, а только именно покаяние. Только покаяние. Ну, теперь у нас нет храма, поэтому жертвы мы не приносим. Значит, согласно Рамбаму, грех это есть нарушение и невыполнение заповедей Всевышнего и исправление, возвращение, то есть возвращение к Богу, потому что если ты возвращаешься к исполнению его заповедей, это все равно, что ты возвращаешься к нему. Трува это есть возвращение к нему. Ну вот, и замечательно. Значит, согласно Рамбаму, все понятно, все понятно. Есть категория греха, в данном случае это нарушение заповедей, и есть способ их исправить. Первое, очень важное, это исповедь, словесно она должна происходить перед Всевышним, исправление того, что ты уже нарушил, и удержание или воздержание себя в тот момент, когда ты снова окажешься в этой ситуации. Вот такие вот три момента перечисляет Рамбам. Но, знаете, для меня все понятно. А если люди, допустим, есть евреи, которые не соблюдают заповеди, и вместе с тем, я не знаю, попытка покаяния, хороша шана для них существует, и попытка покаяния тоже существует, в чем они должны каяться, если они вообще не соблюдают заповеди, это что-то бессмысленно все становится. Когда у меня возникает такой вопрос, что делать, если действительно человек как-то ориентирован на Святое Писание, ориентирован на то, что Всевышний создал и управляет этим миром, то, чтобы мне что-то понять, я всегда пытаюсь вернуться к началу, к самому началу. Потому что основа основ лежит в самом начале. Ведь что произошло в самом начале? В самом начале Всевышний создает человека, да, из праха вдыхает жизнь, потом он насаждает сад, определенный сад в Эдине, Ган-Эден, сад в Эдине, Эден – такое место, и в этом саду он помещает человека. Он помещает человека, дает ему определенное задание, человека, я имею в виду мужчина, женщина, дает этому человеку определенное задание, чтобы тот в этом саду существовал и когда меня человек приступает некий запрет что происходит с ним его изгоняет из сада его изгоняет из сада и больше он в саду в этом не живет он уходит куда на землю не знаю куда уходит но он уже не в саду живет и следующее что происходит уже рожденные от адама и евы каин и гевель два их сына тоже есть некое преступление каина убивают гевеля и следующий момент земля отказывается кормить землепашца каина и тогда каин строит впервые город вот процесс создается человек сад он помещается в сад сад это природа вся потом он изгоняется из этой природы совершает еще одно преступление против другого человека и дальше он строит город и получается что город это это и есть пространство человек пространство человека то есть человек совершил таких два преступления первое преступление он потерял гармонию утратил гармонию между собой и природой в данном случае природа это райский сад для него и он изгоняется из этой природы и дальше он совершает преступление против себе подобного и тогда он из земли тоже изгоняется и строит город человек живущий в городе теперь так задача всех нас вернуться обратно чтобы вернуться обратно мы должны ну совершить два таких колоссальных из исправления наладить отношения друг с другом второе преступление каин и эвиль совершили некий проступок и природа и земля их изгоняет окончательно и тогда город возникает то есть живя в городе то есть живя в коллективе человека как существо коллективное человек должен во-первых исправить отношения с себе подобным и после того как он исправит отношения с себе подобным он должен сделать следующий шаг и исправить отношения с природой и тогда он вернется в райский сад в ган-эдэн то есть наша задача вернуться в ган-эдэн состояние до грехопадения это будет полное исправление то что называется тикун клали полное исправление которое мы должны совершить знаете вот для меня вот это и есть чува это есть возвращение по большому счету знаете я так полагаю что человек существо деятельное конечно же помимо того что мы что-то говорим мы должны еще что-то делать если все остается на уровне слов то как бы плохо надо что-то еще делать и когда человек что-то делает это естественно чревато чревато ошибкой тем что может оступиться сделать не то что надо не то что принято для евреев это нарушить некий некие заповеди которые всевышний ему дает то есть пути отдалиться от всевышнего и значит с одной стороны живя в городе в своем пространстве пространстве человека я всячески пытаюсь исправить отношения с другим человеком на самом-то деле вот месяц элюль рошашаная йом кипур как раз вот этим занимаются тем что мы пытаемся исправить отношения со своим ближним мы ведь знаем что вот йом кипур как бы день прощения а всевышний не может простить человеку грехи который человек совершал против всевышнего если человек сам не отрегулирует отношения со своим ближним не попросит прощения у своего ближнего то есть начало начал с чего мы должны начать это же не даже человеке природа гармонизация отношений человека и природы нет это второе первое это отношение к ближнему своему и возлюби ближнего своего самого себя условно говоря то есть не делай другому того чего не хочешь чтобы тебе тоже не делать то есть с этого начинается возвращение ма хешбон нефиш или подсчет моих поступков по отношению к другому человеку и это самое важно а уже после этого начинаются возвращение природу гармонизация отношений между человеком и тем что является природой животный мир растительный мир ну даже сама природа не знаю там неживая природа все это все это является природой так получается что вот этот путь помимо того что мы говорим да вот на соблюдать заповеди и тогда все будет хорошо нет по большому счету нужно внимательно всматриваться в мои отношения к другому и в мои отношения с этим миром Моё отношение к другому – это город, это община Моё отношение с этим миром – это отношение с этим миром И никак по-другому Не менять последовательность Потому что многие пытаются уйти от мира в природу И сказать, вот мне там хорошо, мне там гармонично Да, может быть, для успокоения его души ему там хорошо Но всё равно он должен будет вернуться обратно Наладить отношения со своим ближним А после снова вернуться в природу Поэтому тшува, возвращение, месяц и нуль Как самое благодатное время это сделать Всё-таки для меня оно из двух моментов состоит Отношение к ближнему – это самое начало И второе – это отношение к природе Вот эти вот вещи, они очень и очень замечательны И ни в коем случае заранее не уходить в лес Потому что всё равно нужно будет вернуться обратно Вернуться обратно и восстановить отношения с ближним И напоследок вот такой момент для вашего раздумья Когда Ицхак Ицхак, вы знаете, у нас были три прородца Авраам, Ицхак и Яков Когда Ицхак желает дать благословение своему сыну Исаву Ведь что он ему говорит? Он говорит, ты пойди на охоту Какую-то дичь поймай Любимую дичь, мною любимую Приготовь еду Я поем и благословлю тебя Думайте, что здесь происходит То есть человек должен уйти в природу Из природы принести нечто Это нечто Ицхак воспримет Это материальное Которое доставляет ему определенное удовольствие И дальше возникает благословение духовного характера Вот вам полное исправление Природа, которая заканчивается подъемом духа Ведь это говорит не кто-нибудь, а Ицхак Ицхак, который еще при жизни зашел на жертвенник То есть совершил полное исправление Ицхак один из немногих Который в этой жизни совершил полное исправление Поэтому вот эти вот две части Отношения к другому, отношения к природе Они очень и очень важны И действительно, кто об этом задумывается Должен не пропустить вот этот момент Не пропустить месяц Элуль Который благоприятствует этому Если это желаемо Если это действительно то, что я хочу сделать А это сделать необходимо Без этого никуда не деться Все равно каждый из нас должен пройти этот путь И совершить эти текуним, эти исправления Вот такой месяц Элуль Вот что я хотел вам рассказать Конечно, об этом можно говорить очень много Это очень маленькая часть Но для меня важная часть Помимо классических вариантов исправления Важная часть Отношения к человеку И отношения к природе Как главные этапы Исправления и возвращения к Богу Теперь я посмотрю Может быть, есть какие-то конкретные вопросы О, привет из Минска Дорогие Минчане Желаю вам, чтобы у вас наступил мир и покой И чтобы вы добились того, чего вы хотите Это очень важно Добрый день Добрый день Всем тоже хорошего дня И хорошего Да, шаббат, шалом Да, уже скоро можно говорить Шаббат, шалом Да Шалом, шалом Вношение к ближнему Который тебя не любит Нужно любить Или достаточно того, чтобы не отвечать ему На его зло Знаете, любить не надо Не надо себя заставлять никого любить Просто Я так думаю Если вы меня спрашиваете По моему опыту Первое, что Не нужно в душе В душе В своей душе Зла держать на него Не нужно злиться Потому что На него злиться не нужно Потому что это зло вас разрушает И не нужно ему делать Никаких подлых вещей Пусть он живет, как хочет Не обязательно любить Не обязательно любить Бросаться на шею Дарить цветы Вводить в кино Не обязательно Нет Просто вот этот принцип Не делай другому того, чего не хочешь Чтобы тебе Достаточно А так вот Страстно любить не надо Не надо Ну, нормально Нормально И здравый смысл должен Каждому из нас Подсказать Как ему делать Главное Зла Зла на других В сердце своем Не храни Потому что зло Разрушает Тебя самого Вот это вот Очень важный Для меня момент Вот Ну вот Я вроде как Вам все рассказал Если кто-то Что-то хотел Спросить Спросить Ну вот Так вот Просто моя задача Была Сегодня Вас подтолкнуть К этому месяцу Иллю И с тем Что вы сами Еще может быть Там полистаете Посмотрите И найдете для себя Массу интересных вещей Просто не пропускайте Это время Время очень важно Всего хорошего Хорошей субботы Шаббат Шалон Оставайтесь здоровыми Ну и до встречи Всего хорошего Продолжение следует...